Почему у тебя раньше уходило на утреннюю процедуру там 15 минут, а сейчас 45 вдруг? Что случилось? Не выспался. А что тебе кто-то мешал спать? Да бегал в туалет всю ночь. А что ты бегал в туалет? Ну я что, первую ночь, каждую ночь бегал. Ну до этого 15 минут у тебя уходило в туалет сходить помыться, а сегодня 45. Спали часов одинаково, 7 часов вполне можно выспаться. Почему так долго опять? Одно дело молотому восстановиться, другое дело старику. Не, ну ты до этого восстанавливался быстро, сейчас вот приехал не старик. Ну откуда ты знал? Восстанавливался, не восстанавливался. Ну ты же со мной жил. Ну я тебе не говорил просто, ты не спрашивал. Как? Ну ты встаешь и вместе со мной все, ты на зарядке через 15 минут, а сегодня ты решил себе за льготу сделать 45 минут. Почему я тебя и спрашиваю? Ну так можно как и Игнатий Тихонович, вообще не спать. Ну так надо тренировку, силу воли. Ну почему до этого у тебя была сила воли, а сегодня ты вот вдруг перед Нестором решил слабинку такую дать? Какой пример ребенку ты показываешь положительный? Мы уже встали, умылись. Ну сто раз не радость, но вот я могу это сказать. Ну а что я скажу? Я тебе спрашиваю, почему... Ну там болит, ну там болит, ну что я тебе буду объяснять что ли? Ты опять это на всю Россию матушку выставишь? Я тебя спрашиваю, почему до этого у тебя 15 минут уходило на все на это? Такой же старый, такой же внемышный такой. Ну терпел, терпел, ну я тебе скажу, ну давление у меня на голову. Ну так и говори, что ты злишься-то? Давление, значит поедем лечить тебя. Да, что лечить-то? Лечить. Ну а что, раз болящий, сегодня... Да, терпимый. Раз терпимый, значит надо было выходить на молитву встать. Мы уже встали, умылись, зарядку сделали, помолились, и ты только вот заявился уже на поклоны. А раньше-то этого не было. Что, вдруг неожиданно давление подскочило или что? Ну я зачем тебе буду? Ну терпимый, я сказал тебе, все. Все в порядке, идем ко дну. Да, зачем же ко дну-то? Нам не по пути, нам, к нам с Нестором к небу надо, зачем мы будем с тобой посорять? Ты этого до лазы говорю, все в порядке, идем ко дну. Ну зачем же ты так? Болит голова? Да, временами как-то. Ну ну, висок тут. Чего еще болит? Ну что болит, спина болит. Ноги слабые. Все, пошел ко дну. Василий, да? Земля зовет. Ну как же написано, в старости будут сочные и свежие. Посмотришь на Игнать Тихонича, прям. Позавидуешь иной раз. Сочности и свежести. А почему? На тебя посмотришь и хочется так же с тобой крючком согнуться и ходить еле-еле. Здоровье-то у тебя есть. Ты по деревьям лазишь и столько у тебя энергии. Так это что? Ну так а что? Ты любишь симулировать, ты вот как в армии прикинулся дурачком. Так с этого у тебя и идет покаяние, этого-то нету. Начали тебя там чумырить, издеваться над тобой. Потому что ты ленивый. Не, в этом направлении-то я... Не качайся, не качайся. Чего тебе? Зарядку делаю. Ну, сегодня ты на унитазе в 45 минут зарядку делал. Да я-то думал, ты с собаками побежал, а ты... Так вот. То есть, когда я с собаками уходил, ты зарядку делал. А сейчас ты решил поспать. Пока думал, что меня нету. Полениться решил. Так? Ну вот. Ну а чего тогда начинаешь? Давление, там опять лукавый дух на тебя напал. Так я-то напрасно не буду на себя наворачивать, если было. Так совпало и заболел, и лень одновременно, да? Ну, вчера было, ну это, давление вот в висок, вот это, как защелит тут. Долго у тебя давление-то? Сколько продолжается? Щемление в виске? Ну как? Ну он уже не постоянно, ну зачем это отпустит? Зачем это отпустит? Ну это обыкновенное, я думаю. Непроходимость, это сосуды. Это обыкновенное старение организма. Игнатихич говорит, даже обращать не нужно на это внимание. Стареем и тлены. Ну, до поры до времени, а потом раз или это, как называться? Инфаркт. 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 Да, тебе инфаркт не грозит, ты зарядку делаешь. Бегаешь по утрам. Только спортсмены тоже на дорожке умирают. Да, это профессионально умирают. А ты тело свое бдишь, у тебя лишнего веса нет, тебе инфаркт не грозит. Вот. Ладно. Ну а еще как называется? Инсульт. Инсульт. Вот. Я тебе говорю, три месяца уже нога деревянная. Вот это место. Палец. Большой палец. Деревянный. Ну, поедем к врачу сегодня и нам следует. Да, а зачем? Ну а зачем? У нас свой врач. Консультацию можно провести с Виктором Андреевичем. Ну а что, сколько ты уже страдаешь вот этим деревянным пальцем? Ну я говорю, три месяца уже. Ну а почему до сих пор не проконсультировался? Все, никакой числот. Двадцать седьмой. Ну, в конце декабря прошлого года началось. Почему ты не проконсультировался, не пожаловался до сих пор? Три месяца терпишь? Ну, сам может пройдет. Может пройдет. Но вот это другое дело. Игнат Тихонович говорит, что кому за семьдесят по врачам лучше не бегать, дайте место здоровым. Да, Нестер? Еще зря в очереди занимать-то. Ну, это может пройдет. Ну а не пройдет, так все там будем. Да, Нестер? Исправим. Исправим. Щипцы есть? Он мне из торте одномассирует возьмет. У меня мазь есть. Может мази со змеиным ядом. Так это надо консультировать у Виктора Андреевича. Потом можно начинать к лечению. Может начать с самолечения, а потом, когда хуже будет, тогда на консультацию придет. Сам себе навреди, а потом иди к лечению. Да. Чтобы заболеть, надо просто делать. Просто взять, прыгать в холодную воду. Если ничего не получится, дальше делать. Правильно. Это надо постоянно делать. Утром встало. Ведро холодное воды на голову. Пуф! Ура! И потом будешь мокрень, как око. Так это обчерся полотенце вообще. Так. Ладно. Кто из вас умеет борщ готовить? Более-менее. Более-менее. Василий? Я неделю приступил не надо. Сколько тебе, Василий, лет-то? Восьмой десяток. Восьмой десяток. Восьмой десяток в начале. А тебе, Нестор? Двенадцать. Двенадцать. Ну ты, вот я сейчас на работу поеду, ты сможешь Василия научить борщ готовить? Ну будет там ничего тяжелого. Вроде как. Возьмешь дядю Васю в ученики? Ну ладно. Дядя Вася, пойдешь к Нестору? Он будет шеф, а ты сушишь шеф. Дома-то накашляю и накашляю. Не, я буду шеф, а он будет повар. Временный сеанс. Не, ну вдруг. Дома-то я накашляю. Ну накашляю, вдруг тебе дома борщичка захочется? Да. Почему нет? Что, всю жизнь накашляю? Мы нет. Ну а что, не охота учиться? Лень, да? Кому? Ну тебе кому? Как бы у меня такого нет. Я пошел в магазин, набрал крупы еще. Без проблем. Ну вот сейчас, сегодня мы читали. Зачем заморачивать? Ну а если, допустим, странников принять. Вот я принимаю. Всем круп в одном флаконе и все. Мне хочется Вас вкусненьким угостить. И все дела. Ну вот я борщ словил, тебе понравилось? Ну понравилось, но у меня денег не хватит на такие ябства. Да какое там ясно? Картошка, морковка, да свекла. У тебя все это... Да это все дорогое. Да все в огороде. Нельзя сказать языком. Да у тебя все в огороде можно вырастить-то. И крупа дорогая. Крупу покупать надо, а морковка с картошкой у тебя сама. Ты же пшенку там с рисом не посадишь у себя. Поэтому я считаю тебе нужно научиться готовить борщи. И ты еще сильнее сэкономишь. Семена купил, да поливай, да вырастить, да и все. Ну а уху-то сможешь свалить-то? Ну ухачу. Из петуха. Ладно, вступайте, готовьте завтра. Пойдешь Василий в ученики к Нестору? Что? Время не все. Я тебе говорю. То есть ты перспективу не видишь, что дача у тебя будет, овощи нет. Почему? Ну я говорю, я рыбак, а не садовник. Ну а можно быть и рыбаком, и садовником, и таланты развивать. И что? Да, для всяких нет на огородное дело. Ну все равно я считаю нужно на всякий случай научиться. Вдруг она у тебя появится. Господь тебя благословит за труды твои правильные. Учиться-то ты как в школе-то учился? Заушное образование. Заушное образование. Вообще ничего тяжелого. Надо почистить картошку с морковкой, картошку порезать, добавить суп. Да он видишь не хочет учиться, он с детства такой был лентяй. И ты как не старучишься-то? Какие у тебя отметки? Хорошист я. Хорошист. А ты, Василий, кто был? Отличник два плюс три, да? Пять будет. Ну за уши тянули, я тебе говорю. Конечно я в начале школе был второчником. Ну а ты же стал христианином, принял крещение и ты так же у тебя и засохну на первой ступеньке. Тяните меня за уши в Царство Небесное. Господь то учит, и так бегите, чтобы получить. Многие бегут на ресталисе, но один получает награду. Сказал бы, дайте я борща сейчас наварю, дайте я там сейчас семян, научите меня, я насажу или там свеклы там. Ну если покрестили неподготовленного, как я могу сказать? Что я могу сказать? Ну а сейчас то мы тебя готовим. Так я упал, а упавшего поднимали, как это бегемот. Ну так и однако, никто тебя не бросает в этом болоте. Тащим тебя. Ну ты сам то не упирайся. Пожалей наши нервы то тоже. Сказали, хочешь научиться больше. 70 лет мужику не может себе супу. А я каша, а я уху. А я, а я, а я, а я. Эгоист такой я. Да у меня пенсии не хватит на такие явства. Да у всех пенсионеров они земельные участки покупают. Ну я тебе говорю, я рыбак и не садовник. Ну садовиком там. Ну видишь оно, кажется. Нестор, вы выращиваете овощи? Всегда, каждое лето. А рыбу ловите? Угу. Ну они и рыбу ловят. И это они не только о себе думают. Ты к ним в гости приедешь, они тебе и первый, и второй, и третий приготовят. У нас рядом, ну конечно, не рядом, представить Барнаука. Мы ловим рыбу, а они такие большие там красивые. Если Василий только о себе думать, а ты о людях подумай. Господь то спросит. Странного приютили, накормили, посетили. И что будем отвечать? Кого ты приютил, накормил, а я рыбак? Кого ты рыбой накормил последний раз? Мы же ученики. Кого? Заживаться. Живот. Своё чрево. Ваш бог чрево, Василий Николаевич. Да пока руки не дошли до рыбалки-то. Ну вот, пока до рыбалки не дошли, готовь все. Учись варить борщи. Борщи, борщи и кулики. Все, вперед на кухню, бегом марш.